В ходе заседания рассматривались вопросы о состоянии гражданского общества Сочи, социальных программ и поддержки населения по разным направлениям – пенсионного фонда, службы соцстрахования и других. Общественная палата на протяжении нескольких месяцев внимательно изучала материалы и проводила мониторинг позиций. В результате отработано свыше 100 программ социальной поддержки населения. Они будут касаться всех категорий льготников – ветеранов, инвалидов, многодетных, профессиональных сообществ и других. Подробно узнать об услугах сочинцы могут в соцслужбах поддержки населения или в общественной приемной. Она находится по адресу улица Советская, 46, 3-й этаж, телефон для справок 241-1043. Разъяснение, помощь через общественные приемные общественной палаты – вот это задача, цель и самое главное – информированность населения, поддержка инициатив населения – это наша работа и это наша задача. Но здесь у нас сложится эта работа в достаточно эффективном режиме. Помимо программ, общественная палата вышла с предложением о проведении первого общественного форума гражданской позиции. Состоится он, предположительно, в первой декаде апреля. Участвовать в нем будут все общественные движения и организации города, ведь гражданская активность напрямую связана с уровнем развития социального капитала. Говорилось и о имеющихся выплатах различных мер соцподдержки населения во всех районах курорта. Руководители отделений соцзащиты отмечают увеличение количества обращений. С 2013 на 2014 год это увеличение составляло около 6 тысяч человек. С 2014 на 2015 – это уже около 9 тысяч человек. И мы надеемся и ждем, что в этом году это количество тоже будет увеличено. Мы взаимодействуем по организации данной работы с общественными объединениями, с поселковыми и сельскими округами, с администрацией района, с общественной палатой города Сочи, которая нам оказывает огромнейшую помощь и содействие в проведении разъяснительной информационной работы с населением. Общественная палата Сочи принимает обращения различных видов и является связующим звеном между населением, властью города и отраслевыми управлениями. В основном вопросы у населения связаны с работой ЖКХ, хозяйственной деятельностью курорта и социальной сферы. Кстати, в этой отрасли уже активны новые формы работы. Для населения бесплатно созданы школы по уходу за инвалидами, социальные такси и пункты проката технических средств реабилитации, открыты компьютерные курсы для пожилых людей. Развитие этих направлений будет продолжаться.